Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Североказахстанской области изъяли в гараже 19-летнего североказахстанца тысячу бутылок безакцизной водки. Общий объем изъятой продукции составил 500 литров. В настоящее время спиртное направлено на экспертизу. По словам владельца гаража, его он хранил для дальнейшей реализации. Первоохранителям предстоит разобраться в деталях правонарушения. С начала 2023 года стражи порядка изъяли из незаконного оборота 5144 литра алкогольной продукции. Сигареты без акцизов на сумму свыше 3 миллионов тенге изъяли полицейские в СКО. Сотрудники в ходе оперативно-розыскных мероприятий в самом центре города выявили две торговые точки, в которых реализовывали алкоголь и табачную продукцию без акцизных марок. Изъято 285 литров спиртосодержащей жидкости и 9700 пачек сигарет. Большую часть последнего нашли на складе. Собран административный материал. 17 августа около 10 вечера на 431-м километре автодороги Астана-Петропавловск возле села Орла-Агаш Акаинского района произошло столкновение автомашины грузового автомобиля с полуприцепом. В результате столкновения обе автомашины уничтожены огнем. 52-летний водитель автомашины и его 54-летний пассажир оба жителей города Астаны скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. 43-летний водитель грузового автомобиля с различными травмами госпитализировал в многопрофильную областную больницу. Факт ДТП зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время по факту ДТП назначены соответствующие экспертизы. Проводится тщательно осмотр и необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Во второй отдел полиции поступило заявление от 71-летней жительницы Петропавловска о том, что неизвестный злоумышленник, находясь в ее квартире, завладел крупной суммой денег. Ущерб составил почти 6 миллионов тенге. Сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали 16-летнего студента одного из колледжей. Похищенные деньги находились при нем. Выяснилось, что в этот день пенсионерки позвонили на домашний телефон и сообщили, что одна из ее родственниц попала в ДТП, в котором пострадали люди. Чтобы не возбуждать дело, нужна крупная сумма денег, сказали на том конце провода. Женщина проникла в ситуации и сообщила, что у нее имеется 13 тысяч долларов США. В результате телефонных переговоров за деньгами пришел дроппер. Человек, не являющийся инициатором преступления, а выполняющий указания мошенников за деньги. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Идет следствие. Своевременное обращение в полицию значительно увеличивает вероятность раскрытия преступлений по горячим следам. Мероприятия по профилактике бесконтактного мошенничества со стороны сотрудников полиции проводятся регулярно. Однако подобные факты имеют место, особенно среди людей старшего возраста. Призываем граждан в подобных ситуациях не поддаваться панике, не спешить с принятием решений, касающихся финансовых операций, а сразу сообщать о таких фактах в полицию. С прошлого лета по февраль 2023 года продолжалась преступная деятельность 32-летней интернет-мошенницы из Гарагандинской области. Она выставляла на популярном сайте фейковое объявление о сдаче в аренду квартир по сниженной цене. Просила 10 тысяч тенге и, получив денежный перевод, блокировала номера обманутых клиентов. География мошеннических услуг была широкой, но чаще всего зломышленница предлагала адрес в Петропавловске. Женщина использовала различные уловки, чтобы замести следы. К примеру, пользовалась изображением чужого удостоверения личности, найденным в интернете. Тем не менее, петропавловские оперативники изобличили мошенницу. В ходе досудебного расследования она возместила потерпевшим ущерб. Суд приговорил ее к лишению свободы на три года с пребыванием шести месяцев неотбытого уголовного срока. С начала года в Североказахстанской области зарегистрировано свыше 400 фактов интернет-мошенничества. Из них свыше 150, связанных с требованием предоплаты. Почти 300 правонарушителей с начала года подвергнуты административному аресту в сфере семейно-бытовых отношений. В управлении местной полицейской службы департамента полиции отмечают, что профилактика преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений – это один из приоритетов в работе участковых инспекторов. С 1 июля наказание в отношении семейных дебоширов ужесточено. Полицейские отныне работают в формате выявительного характера – регистрации бытовых правонарушений. Ранее меры принимались только после заявления. Так, вынесенные защитные предписания по отношению к тебе, которые действуют в течение 30 суток. Вот здесь вы расписываетесь. В участковый пункт полиции номер 8 поступил вызов от 76-летней жительницы одного из общежитий по улице Олиханова. По словам пожилой женщины, ее 52-летний сын злоупотребляет алкоголем. Неоднократно устраивал дома скандалы. В результате в отношении мужчины вынесли защитные предписания и оформили административные протоколы сразу по трем статьям. Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, неисполнение приговора суда, а также распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Решением суда дебоширу назначили наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток, а также штраф за появление в общественном месте в пьяном виде. С 1 июля 2023 года внесены изменения и поправки в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан. Основным изменением является то, что по фактам семейно-бытового насилия переход от заявителя к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Предполагаемые поправки позволяют сейчас возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. То есть для составления протокола будут достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камеры видеонаблюдения, либо видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд. Практика показывает, что значительная часть административных материалов по факту семейного дебоша прекращалась в суде в связи с примирением, либо изменением позиции жертвы. Это происходило в результате уговоров и давления со стороны агрессора, либо родственников. Теперь примириться можно будет только один раз в суде. Кроме этого, усилена уголовная и административная ответственность за бытовое насилие. В полиции напоминают, по всем вопросам, связанным с бытовым насилием, североказахстанцы могут обращаться к своим участковым инспекторам. В республиканский колл-центр по номеру 150, в Центр поддержки женщин. 837-504-77-73 или на канал 102. С 14 августа полицейские области начали работу в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Цель – профилактика преступлений, правонарушений, пересечения нелегальной миграции, а также выявление нарушений правил пребывания в Казахстане со стороны иностранцев. На данное мероприятие будут задействованы все сотрудники ОВД, будут проводить подвуфлорный подквартирный обход. В основном это, конечно, будут участковые проводиться, но других сотрудников тоже будем задействовать. Просьба гражданам относиться с пониманием к проводимому мероприятию и оказать полное содействие участковым спецпромполиции. В зоне внимания не только иностранные граждане, но и ранее судимые лица, семейные дебоширы и другие подучетные. Одновременно активизированы рейды по проверке владельцев гражданского оружия, а также по предупреждению правонарушений в подростковой среде и в неблагополучных семьях. Если он употребляет алкоголем, вы не стоите, не молчите, выпишите заявление. В первую очередь с ним нарколог говорит, если он сам добровольно не ляжет на месяц, в этом случае будет принудительно. Принудительно уже идет на полгода минимально. После этого, если, конечно, не поймет, повторно опять будем направлять. Кто хочет, тот будет лечиться. С начала года на принудительное лечение от алкоголизма направлено 148 лиц. В отношении сразу 438 правонарушителей вынесены особые требования, предусматривающие временный запрет на употребление алкоголя и ряд других ограничений. Также в отношении 29 лиц отменено условно-засрочное освобождение. Данных нарушителей вернули в места лишения свободы. Сотрудники городского управления полиции продолжают профилактическую работу по предупреждению нарушений правил содержания выгула собак и кошек, а также соблюдения чистоты и благоустройства. В парках, скверах и на улицах участковые инспекторы проводят разъяснительные беседы с владельцами питомцев и напоминают об ответственности за право нарушения. Частые нарушения – выгул собак без намордников и без привязи. Агрессивная собака, свободно гуляющая по улице – опасность для всех вокруг, отмечают полицейские. В таком случае они составляют протоколы. Предусмотрен штраф в размере 10-ти месячных расчетных показателей – это 34,5 тысячи тенге. С начала года в областном центре за такие нарушения к административной ответственности привлекли свыше 400 владельцев четвероногих. Эта работа проводится ежедневно. Прежде всего, это разъяснительная работа с владельцами домашних животных, проживающих как в благоустроенном, так и в частном секторе, участковыми инспекторами полиции при встрече с владельцами животных. Дополнительно разъясняются требования о правилах содержания и выгула домашних животных. Они утверждены на сессии областного массахата в сентябре прошлого года. Напоминают о том, что за несоблюдение таких правил предусмотрено административной ответственности. Только за один день городские полицейские выявили сразу 35 нарушений правил благоустройства. Четыре человека получили штраф, остальные – предупреждения. Кроме этого, четверо владельцев собак за нарушение правил содержания и выгула привлечены к ответственности. Полицейские встретились с детьми, отдыхающими в лагере Акхаин. Они подробно рассказали об ответственности за преступления и правонарушения, а также об опасностях, которые потенциально могут случиться в условиях современного ритма жизни. Призвали строго соблюдать правила дорожного движения и с детства развивать предсказуемый стиль езды на электрических самокатах и велосипедах. Также ребятам напомнили об ответственности за нахождение вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей. Еще полицейские проинформировали о уловках интернет-мошенников. Попросили всегда быть бдительными и обязательно передать профилактические рекомендации родителям, дедушкам, бабушкам и пожилым соседям. Обеспечение безопасности детей – это один из самых главных приоритетов. С конца августа и в течение всего сентября полицейскими будет организована и проведена целенаправленная работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. С 27 августа по 5 сентября в области пройдет подготовительный, а с 6 по 30 сентября – основной этапы оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!». Группа ювенальной полиции Департамента полиции Рыказахстанской области на постоянной основе проводятся встречи с детьми в детских оздоровительных лагерях, где проводятся профилактические беседы по ознакомлению с действующим законодательством Республики Казахстан. Целью данных мероприятий является оздоровление оперативной обстановки, профилактика и предупреждение о правонарушении, совершаемых несовершеннолетними. С начала года ювенальные полицейские провели сотни профилактических ночных рейдов и локальных отработок. В результате выявили 1925 фактов нарушения статьи 442 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, нахождении в ночное время несовершеннолетних, в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей и 557 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Редактор субтитров А.Семкин